Коротко о канале Рыболовные приключения. В наших видео мы проверяем рыболовные насадки, прикормки, ароматизаторы. Тестируем на реках и озерах, а также на специально обученных карасях. Рецепты рыболовных насадок присылают подписчики канала, ну и также мы их узнаем на рыболовных приключениях. В этом году в Рыболовных приключениях на реках и озерах стали принимать участие подписчики канала. Надеюсь эти встречи вскоре станут традицией. если у вас есть интересные рыболовные рецепты присылайте их нам и возможно в следующем видео именно ваша насадка будет биться с нашими королями чемпионами рыболовных насадок приветствую вас любители рыболовных приключений здравствуйте и вы гости моего канала и так как и обещал сегодня мы сравним две интересных рыболовных насадки одна будет у нас вот этим ароматом прованские травы ну а вторая как я и обещал смесь сухая для глинтвейна посмотрим что выберет карать какую насадку он больше предпочтет значит вот здесь у меня тесто с этими прованскими травами как я его сделал взял муку взял запарил вот эти вот травы получился вот такой вот чайок и замешал на нем тесто то же самое я проделал с вот этой вот сухой смесью для глинтвейна получилось вот такое вот тесто с глинтвейном этим тоже здесь ароматы шикарной и вот такое вот тесто с нашими прованскими травами те кто не видел предыдущее видео хотел бы сказать покупал я это все в обычном магазине в отделе там где продаются приправы прованские травы содержат сейчас я вам прочитаю состав розмарин чабер базилик майран орегано тимьян зелень сельдерея зелень петрушки мята перечная вот такие вот травы сюда входят которые отлично понравились нашим карасям ну а в эти смеси входит сейчас вам тоже скажу сахар молотая гвоздика молотый мускатный орех молотый имбирь душистый перец молотый молотые плоды кориандра молотая корица в принципе и все вот такая вот тоже интересная смесь это пахнет какими-то чаями а вот это пахнет конечно как я уже говорил запах как заходишь в кабинет к стоматологу что-то такое вот резкое и непонятное и интересное и так две насадки готовы сейчас мы пойдем к нашим карасям посмотрим что они скажут по этому поводу какую насадку предпочтут досмотрите это видео до конца и в конце я вам расскажу что мы будем делать дальше какие испытания нас ждут впереди будет интересно так что погнали теперь карасям тестировать наши вот эти интересные рыболовные насадки время наших испытаний вышло давайте подведем итоги а в конце я расскажу какие насадки нас ждут на следующих рыболовных приключениях и так друзья мои Значится опустил я две насадки наши, прованские травы что-то вначале сдали позицию, караси набросились на вот эти вот сухую смесь, ну здесь неудрено такие вот ароматы, как мускатный орех, гвоздика, душистый перец молотый, кориандр, это мы все давно знаем, что рыба это обожает. Но буквально через минутку наши караси распробовали прованские травы, тест длился у меня 5 минут и на третьей минуте караси все больше и больше стали подходить к прованским травам и наша битва на пятой минуте закончилась, караси отлично поедали именно прованские травы. Так что начали с сухой смеси для глинтвейна, а закончили прованскими травами, даже не знаю как определить что было лучше, ну давайте будем судить по последним минутам, так как караси все-таки в конце сделали свой выбор и остановились на прованских травах. Как говорил я в предыдущем видео, мы возьмем, есть у нас вот такие вот макароны звездочки, всем известные, многие давно на них ловят, отлично клюет на них вся нехищная белая рыба, значит приготовлю я около литра наверное вот этих вот прованских трав, настойку сделаю и залью наши звездочки, пусть они в ним потомятся, наберутся аромата и посмотрим как поведут себя караси к этим звездочкам запаренным вот в этих прованских травах, ну а вторую насадку наверное мы сделаем просто звездочки, ни в чем не запаривая, без никаких либо ароматов, проверим может все это надумано нам, может караси будут обычные звездочки есть лучше чем прованские травы, а возможно наоборот прованские травы тут же привлекут наших карасей, или хотя нет подождите, а почему бы нам не сделать по-другому, давайте сделаем лучше вот так, одни звездочки запарим в прованских травах, а вторую часть звездочек запарим мы вот в этом настое, так как результат у нас получился почти одинаковый, посмотрим со звездочками какой будет результат и что предпочтут караси, лучшие звездочки запарены с вот этим ароматом, или в прованских травах, как вы считаете? я считаю так будет лучше и интересней, если хотите увидеть это видео, что выберут караси, какие звездочки они будут клювать, давайте на этом видео соберем 500 лайков, и я тут же выпускаю ролик с тестом вот этих звездочек с вот этими ароматами, все друзья, подписываемся на канал, кто не подписан, пишем комментарии, не хвостаньте шуи, всем больших трофеев, удачных уловах, не болейте, не кашляйте, и до скорых встреч на канале рыболовные приключения, они будут очень и очень скоро, я вам это обещаю, пока-пока, пока!